26 марта 2021 года Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для экс-нардепа и легендарного комбата Семена Семенченко Константина Гришина за создание незаконного вооруженного формирования НВФ, вредящего основам национальной безопасности Украины, пишет украинский интернет издание Обозрывател. Как считают в СБУ, Семенченко в 2018 году создал на территории Украины частную военную компанию, возглавил ее и обеспечивал снаряжением вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко, доставляя товары военного назначения из России. При этом сам Семенченко утверждает, что его арест является провокацией спецслужб РФ, которая хочет прекратить деятельность борцов с ЧВК «Вагнер». Нужно отметить, что Обозрывател информировал общественность о приключениях указанного патриота-авантюриста еще с 2015 года, публикуя рассказы очевидцев его деяний, присвоение денежных средств, волонтеров и чужих заслуг. За это в адрес редакции неоднократно звучали угрозы. В 2014 году Семенченко воспользовался ситуацией в стране, чтобы втереться в доверие патриотов Украины, разбогатеть и получить власть. Он был замечен в команде народного губернатора Донецка Павла Губарева и участвовал в захвате госучреждений госказначейства Донецкой ОГА. Семенченко объяснил это тем, что будучи начальником штаба самообороны Майдана в Донецке, действовал как штирлиц. Однако причин не верить словам легендарного комбата множество. Он регулярно лгал и на протяжении последних семь, и лет неоднократно путался в собственных сочинениях. Достаточно вспомнить о его офицерских званиях. Как капитан-лейтенант запаса, беру на себя ответственность за формирование батальона территориальной обороны. Заявил Семенченко 12 апреля 2014 года. В указе президента о награждении Семенченко, номер 660, от 21 июля 2014 года, говорится. За личное мужество, проявленное в боях, наградить орденом Богдана Хмельницкого третьей степени капитана резерва Национальной гвардии Украины. Чуть позже, сняв балаклаву, Семенченко объявил, что является майором НГУ. Но уже 2 октября 2014 года сообщил, что он подполковник и за заслуги и подвиги получил три наградных пистолета. При этом 11 ноября, публикуя обращение к избирателям Facebook, Семенченко снова превратился в майора. Впрочем, это не важно, так как Семенченко вообще не мог быть офицером, ведь он не имеет высшего образования. Согласно официальным данным кандидатов нардепы, размещенных на сайте ЦИК, легендарный комбат на тот момент имел лишь общее среднее образование. То есть офицером стал самозванец. Учитывая множество показаний бойцов батальона Донбасс, которым руководил Семенченко, образ бескорыстного героя, пытавшегося спасти свою страну, улетучился. Теперь его официально обвиняют в попытке заработать на войне. Вероятно, пришло время вспомнить и другие подвиги Семенченко-Гришина, подытожило СМИ из Украины. Продолжение следует... Продолжение следует...